Всем привет! Сегодняшнее видео это снова летняя зарисовка с прохожими, одеждой и едой на улицах. На улицах людей очень много и несмотря на то, что японцы народ дисциплинированный и что им говорят, то они в общей массе свои и делают. Сейчас, несмотря на то, что больных коронавирусом каждый день все больше и больше, народ продолжает гулять. Сейчас в Токио, наверное, самые пиковые, жаркие и влажные дни. Кроме того, что, конечно, продолжают говорить о ковиде, из мегафонов, из громкоговорителей, городской системы оповещения, то и дело разносится предупреждение о необходимости пить побольше воды, держаться в тени, да и вообще сидеть дома в такую жару. Жара, наверное, все бы ничего, но в Токио очень высокая влажность в это время и просто на улице тяжело дышать. Посмотрела в телефоне, влажность сейчас 76%. Сейчас я снова в районе Ропонги, и эта улица, конечно, в основном не жилая. Этот район всегда славился барами, ночными клубами и ресторанами, но сейчас многие позакрывались. Я, конечно, в этом деле не специалист, но ходят слухи, что позакрывались формально, а по звонку они открываются, можно посидеть, выпить, а в специальных клубах мужчинам пообщаться с девушками все так же, как и раньше. Но все-таки, наверное, большие известные клубы и бары на бойких местах, на центральных улицах, где их видно, скорее всего, закрылись. На молодом человеке летний расслабленный вариант офисного стиля, но те, кто действительно работают в крупных корпорациях, в офисах, в таком виде на работу ходить недопустимо. Они продолжают ходить в строгих рубашках, только с коротким рукавом, и галстук, по-моему, разрешают летом не носить. Летний смарт-кэжуал допустим только в небольших компаниях. В чехле со звездами мужчина в белых шортах сейчас поднимет и понесет домой. Это клюшки для гольфа, очень популярное хобби среди японцев. В пригороде есть много гольф-клубов и очень много гольф-магазинов в центре. Ведь для гольфа, как и для всех других видов спорта, есть свои коллекции отдельные, также есть распродажи, сезонные скидки. Сейчас так сказала, потому что в голове у меня возникла картинка витрины магазина, где продавались товары и одежда для гольфа. Магазин видела недавно, поэтому вот всплыло. Японка в шортиках – это не очень частое явление летом. Кстати, мне кажется, что в холодное время года их носят чаще. И не у всех японок такие уж кообразные ножки. Не знаю почему, просто здесь, если уж косолапят, то по полной программе. Это бросается нам в глаза, в первую очередь, как видеокартинка, но нисколько не смущает японцев в жизни. Хотя, возможно, и смущает, потому что по телевизору видела ряд упражнений на выпрямление ног, но смирились они с этим, что поделать такая фигура. По тротуару идут девчонки в школьной форме. Учились до последнего, до самого последнего дня июля. Как я уже сказала, в этом районе очень много ресторанов и кафе. И во многих сейчас специальное летнее меню, где основным блюдом является холодная лапша. Вот один из таких ресторанчиков. Здесь очень много разных видов. И на витрине по японскому обыкновению можно посмотреть не только фотографии, но и пластиковые мулежи блюд. На деревянной доске это меню, которое выполнено в традиционном японском стиле. А это разные виды лапши, та, которая в посерее сделана из гречки. Летом эти блюда выглядят очень просто. Это лапша, какой-нибудь легкий холодный соус и сверху овощи. В другой стороне дороги заметила дому с собачкой. Домашние питомцы прям главные герои. Для меня я всегда хочу их снимать и показывать. Очень умиляет. Там же на той стороне, на витрине, можно заметить текстильный баннер с красным иероглифом. Такой флажок традиционно вывешивают там, где продают измельченный лед. Это Кокегори. Это специальное Кокегори-кафе, которое я мельком уже показывала. Именно тогда и я сама его для себя заприметила. И решила обязательно сюда сходить в жаркие дни. Как и в тот раз, здесь была очередь. Все эти люди сидят, дожидаются, когда их можно будет пойти и занять столик. Мы с детьми решили стойко дождаться своей очереди. И вот мы уже внутри. Так выглядело меню. Вот такие разные виды дробленого льда, измельченного льда можно здесь попробовать. Если на улицах такой дробленый лед стоит 2-3 доллара, то здесь 10. Ну, чуть поменьше, но не суть. Кроме льда, были здесь и хот-доги, и напитки разные. Но мы пришли специально за Кокегори. Это еще несчастные, которые ждут и парятся на улице. А мы уже внутри дожидаемся своего заказа. В оправдание такой высокой цены скажу, что на улице порция гораздо меньше. Сиропы там меньше, и сиропы попроще, подешевле. Здесь блюдо традиционное, но в современном исполнении. Это тирамису и мятный шоколад, например. Лед тирамису был очень популярен, и пока мы дожидались своего заказа, у многих на столиках я заметила именно этот вариант Кокегори. Лед измельчается в специальных машинах. Здесь они не ручные. Традиционно они были ручные. Нужно было крутить вот ту ручку, которая крутится сейчас сама. Сейчас нажатием кнопочки машина крутит глыбу льда, и измельченный лед падает в мисточку. И вот девушка сейчас его будет чуть-чуть утрамбовывать, чтобы льда было очень-очень много. Здесь действительно большая порция, и я ее, кстати, в итоге не съела до конца. Здесь используется специальный лед. Лед его специально покупают в специальных ледяных компаниях, которые занимаются производством такого вкусного льда, и в холодильнике рядышком он хранится. Вот и наше меню. Это клубника со сливками и сверху крем маскарпоне. У меня был не самый лучший выбор. Хотелось мне что-то сочного и летнего. Выбрала я вкус арбуза, и выглядело у меня очень просто, но было суперкусно. Просто по сравнению с другими тарелочками, моя была бледноватая какая-то. Строганный лед можно делать и дома. Для этого продаются специальные машинки. Этим летом мы были в магазине бытовой техники, и там целый стеллаж, а может быть и несколько, были выделены под летнее оборудование для кухни. Все приборы, которые были в предыдущих кадрах, это как раз измельчители льда. А это специальные, я не знаю, кастрюли, приспособления для холодной лапши. Выразилось неправильно. Это не кастрюли, это сервировочные блюда для подачи лапши в холодном виде. Это даже горка, по которой спускается лапша и падает в емкость со льдом. Оттуда можно ее палочками брать, класть себе в тарелку, макать соус и кушать. Это же просто блюдо для лапши разного размера. Вокруг в холоде во льду лежит лапша, а сверху в небольших емкостях, отделениях, закусочки к ней. С обратной стороны стеллаж был полностью заполнен блендерами. Разных размеров и производителей здесь есть не только местные, в общем, на любой вкус, цвет и объем. Давно не была я в таких магазинах, и сразу захотелось что-нибудь купить, но вот так стоишь, смотришь на эти ряды и не знаешь, что тебе выбрать. Здесь, кстати, было очень много компактных вариантов, которые делали смузи прямо в бутылочку. Делаешь, закрываешь и берешь с собой. Пони вообще любят всякие бутылочки, баночки, коробочки, потому что и обед берут с собой, и бутылочки с водой всегда носят с собой, но мне проще купить холодную воду из автомата, благо их в Токио очень много. В комментариях продолжают спрашивать, как я снимаю на улице, есть ли у меня скрытая камера, нет, я просто стою на улице и снимаю. В большинстве случаев люди никак не реагируют, ведь все в масках, и лицо разглядеть очень сложно. Вот когда, надеюсь, закончится масочный режим, посмотрим, тогда, скорее всего, буду снимать без голов. Сама смотрю сейчас видео и понимаю, что, да, действительно есть ощущение каменного города. Плитка на земле, на стенах, но, напомню, это центральная улица, это нежилой квартал, и вот этот вот каменный вход, это спуск в метро. Здесь недалеко была аптека, и снова к вопросу в комментариях, какими солнцезащитными средствами пользуются японки. Сейчас покажу. Не ходила глубоко, не рылась далеко, просто что было на первых полках. Очень распространен японский бренд Anessa. Также везде можно купить средства от снова японских брендов Biore и Kose. Очень активно продается и Nivea. Этот бренд популярен в Токио давно. Думаю, что здесь есть местное лицензионное производство. Японки всегда пользуются средствами SPF 50. Редко где можно встретить средства слабее. Раньше я была фанатом загара и активно подставляла свою моську под солнце. Конечно, это потому, что в Москве мало солнца, ты его ждешь, и как только получаешь порцию, хочешь загореть на весь год. В Токио мы живем уже пятый год, и вот к этому времени я созрела, и теперь покупаю себе солнцезащитные средства тоже. Теперь я убеждена, вернее окружающие меня окончательно убедили, что солнце вредно для кожи, и кожа быстрее стареет. Гелио Уайт – это японские биологические добавки. Основная их цель – тоже защитить кожу от вредных ультрафиолетовых лучей. В японских йенах откидываем два нуля, и получается маленькая упаковка стоит чуть меньше 24 долларов и большая чуть меньше 54 долларов. Тут же рядом продавались вентиляторы и охлаждающие полотенца. Также в жару на первом плане всегда охлаждающая вода. Ее можно брызгать на одежду, на то же самое полотенце. Сама не пробовала, но говорится, что побрызгав на майку, например, ты получишь охлаждающий, холодящий такой эффект. Кстати, есть разных ароматов спрея. Всегда в продаже летом и ледяные упаковки. Содержимое упаковки нужно разбить, и благодаря химической реакции превратится эта упаковка в охлаждающий компресс. Мое видео подходит к концу, но я не могу никак забыть про биологические добавки гелио-вайт. Оказалась полезная штука, я сейчас прочитала. Там содержатся экстракты азиатских растений и витамины группы В. Эти растения поддерживают защитные функции кожи и повышают ее устойчивость к разным вредным внешним факторам. Они содержат антиоксиданты и также предотвращают солнечные ожоги. Токио – город солнечный, и тепло у нас еще будет как минимум несколько месяцев, поэтому для себя я решила, что мне эта добавка нужна, надо будет попробовать. Я сейчас так решила, главное теперь не забыть, а потом не лениться и принимать это. Вообще в Японии очень много всего разного полезного, и не только биологических добавок. В каждом магазине или в каждом отделе большого универмага продается куча необходимых и очень полезных вещей для жизни. А если еще почитаешь, для чего это, или посмотришь рекламу, вообще кажется, что вещь просто незаменимая. К тому же выглядит все очень мило. В общем, трудно жить в Токио, нужно держать себя в руках. Прощаюсь с вами, спасибо, что были со мной, слушали, смотрели. До скорого, пока! Это, кстати, предупреждение о том, что стоит жуткая жара и необходимо пить больше воды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова